Незаконный ЛНР проблемы с бензином закончились тем, что боевики начали резать заправки на металлолом. А на тех АЗС, которые еще не разобрали, операторы упражняются в составлении оригинальных объявлений. В частности, дефицит бензина на одной из заправок оккупированного Луганска, а точнее его полное отсутствие, заставили оператора в одной Луганской АЗС написать плакат, сообщает луганский радар. Фотография такого появилась в интернете. О главарии незаконной ЛНР пока заявляют, что бензин в скором времени подешевеет до 40 рублей за литр. Впрочем, можно было пообещать цену и ниже за топливо, которого все равно нет. А в это время боевики нашли свой плюс в ситуации с отсутствием нефти продуктов, режут на металлолом заправки, об этом пишут 7 дней. Например, в Углегорске АЗС «Параллель» уже нет. Боевики продолжают рвить мирное население водопроводной водой. В частности, жителям Стаханова они советуют пить воду из-под крана без предварительного 10-минутного кипячения. Как сообщает сепаратистский сайт «Мия Исток», в одном из колодцев города местная санстанция обнаружила кишечную палочку, передает информатор. Вода не отвечает санитарным нормам, и ее употребление может привести к возникновению острых кишечных заболеваний. А в оккупированном антраците уже вспышка инфекционных заболеваний, и об этом пишут местные жители в социальных сетях. Из-за некачественной воды в больницы попадают не только взрослые, но и дети. По информации источника, детское инфекционное отделение заполнено, но сепаратистское руководство псевдореспублики закрывает на это глаза. В так называемой ЛНР люди объявили бойкот республиканскому мобильному оператору. Стартовые пакеты «Лугаком» не пользуются спросом среди жителей оккупированных территорий. Продавцы говорят, что покупать их отказывается из-за низкого качества связи, отсутствия технической возможности звонить на территорию подконтрольной Украине. Также оператор даже не предлагает таких элементарных услуг, как СМС-сообщение и подключение к мобильному интернету. Зато при покупке стартового пакета нужно предъявлять паспорт и подписывать абонентский договор. А цена и вовсе удивляет. Стоит один пакет 120 российских рублей. Поэтому люди и не хотят пользоваться низкопробной связью. Продолжение следует...